Мы часто употребляем в речи слово «стресс» и порой даже не задумываемся, что же оно означает на самом деле. Канадский эндокринолог Ган Селье определяет стресс как состояние сильного психического напряжения, возникающее при эмоциональных перегрузках, на которые человек не сумел отреагировать правильно. Причины, вызывающие стресс, принято называть стрессорами. Стрессорами, например, могут быть плохие условия жизни, определенные кризисные ситуации, чрезмерные утомления, сильная боль, публичное унижение или порицание. Не стоит думать, что стрессоры – это исключительно несчастье, болезни, неприятности и неудачи. Факторами, вызывающими состояние стресса, могут оказаться приятные события. Например, знаменитый древнегреческий драматург Сафокл скончался под бурные аплодисменты своих почитателей, а племянница немецкого ученого Лейбница умерла от радости после того, как нашла под подушкой почившего дядюшки 600 тысяч франков. На людей стрессоры действуют по-разному. Кого-то могут и до инфаркта довести. Все зависит от жизненного опыта и психических особенностей той или иной личности. Стрессоров много. Они разнообразны и действуют на людей по-разному, но при этом реакция, которую они запускают в организме, одна и та же. Как отмечает Селье, стресс – это не специфический ответ организма на любое предъявленное ему требование. В обычном состоянии человеческий организм отвечает на предъявленные требования специфично. В сильную жару мы потеем, на холоде – мерзнем. Если быстро бежим, пытаясь успеть на автобус, сердцебиение учащается, а когда объедаемся тортами и конфетами, содержание сахара в крови превышает норму. Тут все понятно и объяснимо с медицинской точки зрения. Если же подобные реакции организма наблюдаются в отсутствии названных факторов – жары, холода и т.д., значит, человек болен или испытывает стресс. При этом реакции организма на неприятные и радостные события одинаковы. Селье приводит такой пример. Мать, получившая похоронку на сына, испытала сильные душевные потрясения. Но если весть о его гибели окажется ошибкой, и через несколько лет сын неожиданно войдет в комнату, организм матери ответит на эту счастливую для нее ситуацию, так же, как и в первом случае. Биология и психология стресса Ганс Илье описал в своих работах классический биологический стресс, который могут испытывать не только люди, но и низшие животные, не имеющие нервной системы и даже растения. Современные ученые выделяют еще и психологический стресс, реакции которого могут запускаться как уже начавшимися, так и возможными событиями. Стрессора еще нет в реальности, а человек уже боится его. Например, в организме слабо успевающего ученика или студента-прогульщика одна только мысль о неудовлетворительной оценке на экзамене может вызвать неспецифические реакции – дрожь, холодный пот, учащенное сердцебиение. В отличие от биологического, психологический стресс не наносит организму явных повреждений. Причиной биологического стресса является физическое, биологическое или химическое воздействие на организм, в то время как психологический стресс запускается из-за социального воздействия на человека или его же собственными мыслями. Опасность, которая приводит к биологическому стрессу, всегда реальна, в то время как причиной психологического стресса может быть как реальная, так и виртуальная ситуация. Если действие описанного селье биологического стресса направлено на здоровье и физическое благополучие человека, то стресс психологический сначала подрывает чувство самоуважения или социальный статус, и только через какой-то промежуток времени сказывается на здоровье. Испытывая биологический стресс, человек переживает такие сильные эмоции, как гнев, страх, боль и спок. Эмоциональные переживания психологического стресса не так ярко выражены. К ним можно отнести тревогу, беспокойство, тоску, раздражительность, зависть, ревность. Причиной биологического стресса может стать, например, сильный ушиб или перелом, ожог горячим паром, алкогольное отравление. Психологический стресс возникает в результате семейных ссор, выговоров начальника, несчастной любви, страха перед запланированным авиапутешествием, беспокойства за свое будущее или за близких людей. Даже такая привычная, но малоприятная деталь нашего бытия, как повышение платы за коммунальные услуги, способна повергнуть человека в состояние психологического стресса. При психологическом стрессе важно правильно оценить степень своего участия в разрешении проблемной ситуации. Знакомый-незнакомец Избежать стрессов невозможно, и нет на земле человека, незнакомого с ними. Биологический стресс испытывают даже младенцы, едва появившиеся на свет. Чтобы победить врага, в нашем случае это стресс, необходимо его изучить. Итак, как же возникает стресс? Ганс Ильи выделил три этапа стресса. Фаза тревоги, фаза стабилизации и фаза истощения. Во время первой фазы происходит мобилизация всех защитных сил организма, с помощью которых повышается его устойчивость. Если вам предстоит быстро решить какую-то неожиданную проблему, например, всего за пару часов подготовиться к выступлению на семинаре, заменив внезапно заболевшего коллегу, ваш организм, переживая стресс, начнет работать с огромным напряжением, что называется «на пределе». Мобилизация будет проявляться в таких физиологических изменениях, как сгущение крови, увеличение печени или селезенки, и в самом конце фазы тревоги вы почувствуете рост работоспособности. Иными словами, стресс появляется тогда, когда возникает необходимость адаптироваться к новым условиям. Фаза стабилизации представляет собой период наиболее эффективной адаптации. Справившись со стрессом, человек приспосабливается к изменившимся условиям и опять начинает чувствовать себя спокойным и счастливым. Вы пережили очень неприятные минуты, когда узнали, что вам предстоит незапланированное публичное выступление. Но, несмотря на состояние стресса, вы сделали над собой усилие и подготовили, пусть и не блестящую, но вполне качественную речь, и теперь ощущаете гордость победителя, сумевшего отлично справиться с проблемой. Хотим вам порекомендовать коммуникационную платформу для бизнеса от ЮИС. Этот инструмент с помощью интернета дает возможность работать из любой точки мира с номера домашнего региона или федерального номера 8800. При звонке вашего клиента будет встречать голосовое приветствие, а многоканальное меню поможет распределить звонки на нужных операторов. Да-да-да, на одном едином номере сможет работать неограниченное количество человек. Полная статистика по звонкам и записи разговоров будут доступны в вашем личном кабинете. А возможность интеграции с любой CRM-системой поможет видеть информацию о клиенте еще до начала разговора. И это только малая часть того, что может предоставить данная компания. Когда-то это все стоило огромных денег, но облачные технологии делают данные функции доступными даже самому малому бизнесу. Не зря у ЮИС самая высокая оценка на Яндексе в сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите по ссылке в описании и получите первый месяц обслуживания в подарок. Но если стресс длится очень долго или же его воздействие оказалось слишком сильным, неизбежна третья фаза – истощение. Начинают выделяться определенные гормоны, учащается сердечный ритм, повышается свертываемость крови, меняются защитные свойства организма. Если дело дошло до третьей фазы, человеку может потребоваться психологическая помощь, так как истощение способно перерасти в депрессию. Каковы же последствия затяжного стресса, вступившего в третью фазу? В первую очередь, это быстрая утомляемость, возникает ощущение полного упадка сил, отсутствует желание приниматься за работу, даже за те дела, которые еще совсем недавно казались приятными и увлекательными. Страдает эмоциональная сфера. У человека постоянно плохое настроение, все чаще возникают мрачные мысли. Физическое здоровье также подвергается опасности. Обостряются старые хронические недуги, к ним добавляются новые. В результате затяжного стресса может появиться гипертония, сахарный диабет, гастрит или язвы желудка, болезни сердца. Медики выяснили, что непрерывный стресс способен запустить процесс развития онкологического заболевания. Одно из малоприятных последствий стресса – набор лишнего веса. Конечно, вкусная еда помогает улучшить настроение хотя бы на время, однако привычка заедать неприятности шоколадками очень скоро отразится на фигуре, а это, в свою очередь, способно стать новым поводом для стресса. Как подхватить синдром хронической усталости? Постоянный стресс на работе может привести к профессиональному выгоранию или синдрому хронической усталости. Это явление также часто называют синдромом менеджера. Распознать данную разновидность стресса можно по определенным негативным изменениям в состоянии человека. Если прежде вы спали по ночам безмятежным сном младенца и никогда не жаловались на здоровье, а потом вдруг стали часами ворочаться в постели, мучаться от головных болей, болей в спине или желудке, но врачи никаких опасных недугов у вас не обнаруживают, не спешите обвинять эскулапов в некомпетентности. Возможно, все дело в героическом трудолюбии, которое и довело вас до такого состояния. На синдром хронической усталости могут указывать и другие признаки. Например, появившаяся на ровном месте аллергия, беспричинное снижение аппетита или, наоборот, постоянный зверский голод. Профессиональное выгорание не только подтачивает физическое здоровье, но и оказывает негативное влияние на психоэмоциональное состояние человека. Присмотритесь к себе. Не стали ли вы придираться к родным и близким по пустякам, выплескивать на сослуживцев свое раздражение? Довольны ли вы собой и своей работой или же думаете, что в чем-то вы хуже других? Если вы перестали считать себя успешным человеком, если вас мучает нерешительность, необъяснимая тревога и чувство вины, неприятные навязчивые мысли то и дело посещают вас, а настроение почти всегда на нуле, значит, пришла пора изменить свое отношение к работе. Человек может долго не догадываться, что находится во власти стресса. Однако психологи и даже просто люди наблюдательные способны вычислить жертву профессионального выгорания по внешнему виду и поведению. Если ваш коллега, прежде бывший щеголем, вдруг перестал следить за собой, начал ежедневно выпивать и смолить одну сигарету за другой, совсем не интересуется работой или, наоборот, суетится и проявляет чрезмерное рвение при выполнении самых пустяковых заданий, очень невероятно, что виной всему является синдром хронической усталости. Чтобы подцепить этот синдром, вовсе не обязательно быть трудоголиком. В трясину профессионального выгорания часто попадают те, кто вынужден долгое время заниматься нелюбимой работой или годами выполнять скучные, однообразные задания. С мировым кризисом появилось немало дополнительных стрессоров, способствующих профессиональному выгоранию. Работодатели ужесточают требования не только к претендентам на вакантные должности, но и к тем, кто уже давно работает в компании. Сокращение рабочих мест в целях экономии ведет к тому, что на плечи оставшихся сотрудников падает весь груз трудовых забот. Кроме того, урезаются или задерживаются зарплаты. Тем, кто ищет работу, тоже приходится не сладко из-за невозможности найти приличное место или зарплату не хуже той, что было раньше. Все эти обстоятельства способствуют появлению и закреплению в голове негативных мыслей, которые становятся основой для непрекращающегося стресса. Подцепить синдром хронической усталости проще простого, а вот избавиться от него достаточно сложно. Впрочем, нет ничего невозможного. Главное – вовремя понять, что наступил предел, за который выходить опасно. Если стресс приблизился к своей заключительной стадии – фазы истощения, значит, необходимо срочно что-то изменить в своей жизни. О том, как это сделать, поговорим чуть позже. Глава 2. Стресс опасен или порой не напрасен? В жизни всегда есть место стрессу. Некоторые книги по психологии дают такой совет. По возможности избегайте стрессовых ситуаций. Понятно, что достаточно мудрый и опытный человек постарается не ввязываться в ссору, которая легко может стать причиной стресса. Оказавшись невольно втянутым в конфликт, он попытается быстро погасить его. Можно избегать темных переулков, не гулять по ночам и не попадаться начальству на глаза. Но вовсе оградить себя от стрессов все равно не получится. Они подстерегают нас всюду – на работе, в учебных заведениях, в кабинетах у чиновников, в общественном транспорте, в сфере услуг и даже дома. В период мирового кризиса появляются новые стрессоры, опасения не найти работу или потерять уже имеющуюся, увеличение трудовой нагрузки и уменьшение зарплаты, инфляция и много-много других мелких и крупных неприятных явлений. Стрессов хватает в любой профессии. В состоянии постоянного напряжения находится авиадиспетчер, от которого зависит безопасность тысяч пассажиров, водитель автобуса или спортсмен, поставивший себе цель добиться победы. Если вы наемный сотрудник, то причиной стресса может стать выговор начальника или даже просто его косой взгляд. Если вы удачливый бизнесмен и сами себе начальство, то будете испытывать давление со стороны клиентов, собственных служащих и чиновников. Все сферы нашей жизни полны стресс-факторами. К ним относятся и плохая экология, и тяжелые болезни, и потери близких. Физическое напряжение, семейные неурядицы, неудовлетворенность жизнью, недовольство профессией, неуважение к своим занятиям – все это тоже поводы для стресса. Стрессы также неотвратимы, как самосмерть. Но если переиграть даму с косой не удалось еще никому, бороться со стрессами и побеждать их можно и нужно. Как утверждает все тот же Селье, из них можно даже извлечь для себя определенную пользу. Стресс хороший и плохой. Как уже говорилось, стрессорами могут быть не только болезни, травмы, испуг, несчастье, но и приятные неожиданности. Однако избегать счастливых событий или запретить себе радоваться никому в голову не придет. Такой стресс, если и загоняет кого-то в могилу, то лишь в исключительных случаях. Софоклу, умершему счастливым, было 89 лет, а упомянутая племянница Лейбница, скорее всего, страдала заболеванием сердца или сосудов. Более того, врачи-неврологи утверждают, что хороший стресс очень полезен для здоровья. Внезапно свалившаяся на вас радость, повышение по службе, переживание счастливой любви, волнение перед публичным выступлением или экзаменом, которому вы хорошо подготовились, это стресс, позволяющий снять напряжение, почувствовать себя победителем. Одной из главных отличительных особенностей хорошего стресса является его кратковременность. На хороший стресс организм отвечает повышением пульса до 100 ударов в минуту, учащенным дыханием, ощущением жара. Но очень скоро все эти явления благополучно проходят, оставляя после себя чувство подъема, прилив силы, жизненной энергии, желание действовать. Если же вы находитесь в состоянии вредоносного затяжного стресса, к учащенному дыханию, повышенному пульсу и ощущению жара, могут добавиться другие неприятные явления – мышечные боли, диарея, тошнота, кожные высыпания, нарушения сна, упадок сил и даже обмороги и судороги. Человек, переживающий плохой стресс, становится раздражительным, суетится или, наоборот, впадает в оцепенение. Он теряет концентрацию внимания, перестает слышать, что ему говорят, забывает важные вещи. И даже когда ситуация уже разрешилась, он никак не может расслабиться. Так как стресс связан с любым видом деятельности, избежать его может только тот, кто вообще ничего не делает. Возможно, найдется немало людей, мечтающих прожить жизнь без забот и хлопот, но в реальности такое существование вряд ли доставит кому-нибудь удовольствие. Жизнь без дерзаний, успехов и ошибок представляет собой очень скучное занятие, а скука – это тот же стресс. Люди, взваливающие на себя чрезмерный груз забот, страдают от стресса, вызванного переутомлением. Но точно так же они мучились бы и от тоски бесцельного существования. Мало кому нравится избыток стресса, но и полное его отсутствие лишает жизнь красок и ароматов, превращает ее в стерильное подобие больничной-операционной. Конечно, все мы разные. Одним, например, может нравиться постоянное ощущение риска, и тогда они отправляются покорять горные вершины, становятся спортсменами, каскадерами, канатоходцами в цирке. Другие предпочитают более размеренный образ жизни и потому выбирают спокойные виды деятельности. Из этого следует, что каждый должен определить для себя тот уровень стресса, который позволит ему чувствовать себя комфортно и не страдать от напряжения, вызванного постоянными перегрузками или отсутствием увлекательного занятия. Ученые выяснили, что даже очень интенсивный, но не затяжной стресс увеличивает способности мозга к обучению, развивает память. Американские исследователи доказали это с помощью эксперимента над крысами, которые, как известно, практически не уступают в уме и сообразительности нашим лучшим друзьям – собакам. Экспериментаторы обучили крыс проходить лабиринт, а потом подвергли половину животных 20-минутному купанию в воде. Пережив такой стресс, испытуемые, снова попавшие в лабиринт, прошли его почти без ошибок и намного быстрее, чем их собратья, избежавшие купания. Ученые сделали вывод – гормон стресса оказывает положительное влияние на кору головного мозга, он стимулирует участки, ответственные за обучение. Стрессы снимают апатию, заставляют человека действовать, добиваться результатов. Порой они придают ему силу, которой прежде он не обладал. Классическим примером является случай, произошедший в годы Великой Отечественной войны и описанный в центральных газетах. Женщина разогнула железные прутья ограды, за которой вместе с другими людьми, захваченной фашистами, был ребенок, и тем самым спасла его от неминуемой гибели. Экспериментальным путем доказано, что люди, пребывающие в состоянии стресса, чаще расположены видеть положительные моменты в принимаемых решениях. Дело в том, что под влиянием стресса человек переоценивает действительность, меняет приоритеты, испытывая напряжение, он старается обезопасить себя в будущем и потому тщательно взвешивает возможности и риски. Недавние исследования выявили, что стресс, вызванный умственными нагрузками, оказывает положительное воздействие на отзывчивость человека к окружающим. Медицинские эксперименты показали, что кратковременный стресс полезен для здоровья. За примером далеко ходить не надо. Врачи давно рекомендуют контрастный душ или холодное обливание для укрепления иммунной системы. Таким эффектом обладает не только биологический, но и психологический стресс. Например, тот, что человек испытывает во время публичного выступления перед аудиторией. А вот затяжной стресс, как выяснили ученые, ослабляет иммунитет и делает организм восприимчивым к инфекциям. Гормон стресса, адреналин, попадая в кровь, оказывает мощное анестезирующее действие. Если у вас, к примеру, болит зуб или палец, но при этом вы испытываете стресс, боль утихает сама по себе, так как организму приходится переключаться на решение других, более важных проблем. Как видите, стресс в небольших дозах полезен, так как заставляет человека быстрее адаптироваться к новым условиям. Действовать, двигаться, не сидеть на месте. Стресс делает нас сильнее, нужно только получать его в умеренных дозах. Однако, если стресс длится неделями, месяцами, и вы не справляетесь с ним, он будет медленно, но верно разрушать ваш организм. От него нужно избавляться, и чем раньше, тем лучше. Глава третья. Лучшие лекарства от стресса. Переключаемся на рыбок. Исследования показали, что человек, находящийся в состоянии стресса, не воспринимает утешительные фразы «Не расстраивайся, всё наладится», просто не думай об этом. Гораздо эффективнее будет переключение на другие мысли и занятия. Именно переключение психологи считают самым лучшим способом восстановления душевного равновесия. Если вы на работе пообщаетесь с кем-нибудь из сотрудников, поговорите на тему, которая всегда интересовала вас, это остановит внутренний диалог, вновь и вновь прокручивающийся в голове в минуты стресса. Сначала, конечно, будет трудно отвлечься от назойливых мыслей, но очень скоро вы расслабитесь и почувствуете увлечённость разговором. В вашем офисе есть аквариум? Понаблюдайте за жизнью его обитателей. Созерцая водную стихию, безмятежную жизнь маленького водоёма, в котором суетятся разноцветные рыбки, вы почувствуете, как напряжение покидает вас, уступая место душевному покою. Аквариум сродни хорошему гипнозу, поэтому-то врачи рекомендуют заводить рыбы к тем, кто страдает от частых стрессов или склонен к нервным заболеваниям. Этот маленький кусочек чистой экологии поможет вам настроиться на философский лад и ощутить мудрость быстротечной, но всё же прекрасной жизни. Если у вас дома нет аквариума, заведите его. Уход за рыбками и наблюдение за их жизнью внесёт гармонию в ваше существование и будет отвлекать вас от неприятных мыслей и тягостных воспоминаний. В минуты стресса полезно переключаться на физический труд, который станет для вас своего рода громоотводом. Если вы дома, займитесь хозяйственными делами, например, уборкой комнаты или мелким ремонтом. На работе тоже можно найти себе небольшое занятие, например, навести порядок на рабочем столе, протереть пыль с мебели или с листьев офисных цветов. Но самым лучшим делом в состоянии стресса, как утверждают учёные, является упаковка вещей, связанных с негативными эмоциями. Можно, к примеру, аккуратно уложить в коробку или конверт предметы, которые ассоциируются с ситуацией, вызвавшие у вас стресс. Такие действия позволят быстро справиться с эмоциями и окружить себя психологической защитой. А вот упаковка вещей, никак не связанных с событием, вызвавшим стрессовое состояние, такого эффекта не даст. Для многих из нас именно работа самый частый источник стресса. Чаще повторяйте себе, что работа ещё не вся жизнь. Расслабиться и компенсировать неприятные минуты трудового дня помогут интересные дела, которыми можно заняться после работы и выходные дни. У вас ещё нет хобби? Обязательно его заведите, но помните, что оно не должно иметь отношение к профессиональной деятельности. Если вы системный администратор, не спешите к домашнему компьютеру. Отправляйтесь в спортивный зал, в бассейн, прокатитесь на велосипеде. Эксперименты показали, что после 30-минутного занятия фитнесом тревожность у человека снижается на 25%, а мозговая активность изменяется в лучшую сторону. Даже получасовая прогулка быстрым шагом в обеденный перерыв поможет немного расслабиться. Если вы психолог или консультант на телефоне доверия, не пытайтесь снять накопленное за день напряжение, болтая по телефону с подругой. Поухаживайте за аквариумными рыбками или прогуляйтесь с собакой. Доказано, что именно животные лучше всего помогают в борьбе со стрессом. Правда, в этом направлении учёные исследовали пока только одних собак. Но владельцы животных подтверждают, что отличным действием обладают и другие питомцы. Кушки, птички, крысы, морские свинки, хорьки, черепахи, ящерицы и даже экзотические пауки. Ухаживая за своими любимцами, наблюдая за их жизнью, вы не только легко переключаетесь, но и получаете массу новых приятных впечатлений. Разумеется, прогнать неприятные мысли, которые отправляются за вами с работы домой, способен и телевизор. Следя за перепятиями сериальных героев, погружаясь в их придуманную жизнь, полную трудностей и опасных приключений, быстро забываешь о собственных бедах. И всё-таки активный отдых намного эффективнее помогает бороться со стрессами и плохим настроением. Именно поэтому выходные дни желательно провести в лесу, у реки, в парке, а не перед телевизором с большим бутербродом в руке. Если у вас нет возможности развеяться на природе в компании друзей, просто прогуляйтесь по городу. И помните, тот, кто умеет переключаться, легко справляется со стрессами и никогда не страдает от их последствий. Дерево за окном и муха на стене. На рабочем месте человек имеет гораздо меньше возможностей для обуздания стресса, но всё же такие способы есть и их нужно использовать. Если вы чувствуете, что начинаете заводиться в ответ на критику начальника, отыщите у него за спиной подходящий мелкий предмет. Например, ветку дерева за окном, фотографию на стене. И со всем вниманием начинайте его рассматривать. Представьте, что вам предстоит рисовать эту вещь. Поэтому нужно запомнить все её детали. Займитесь арифметической гимнастикой. К примеру, подсчитайте, сколько дней вы прожили на свете. Можно использовать весьма эффективный психологический метод под названием «моха на стене». Мысленно представьте, что вы обыкновенная домашняя моха, севшая на стену. Попытайтесь взглянуть на действительность её глазами. Оцените себя и окружающую обстановку беспристрастно, как бы со стороны. С помощью такой визуализации вы сможете расставить приоритеты правильно, понять, какие события в вашей жизни не являются значимыми и должны быть отправлены в корзину вместе с ненужным хламом. Этот подход позволит вам найти положительные стороны даже в самой, казалось бы, неприятной ситуации. Очень действенный способ обуздания эмоций – стакан воды. Пейте воду не торопясь, сосредоточившись на каждом глотке. Постарайтесь ощутить её вкус, почувствовать, как живительная влага проникает в каждую клеточку вашего тела. Чтобы успокоиться, проведите маленькое и очень простое, но весьма эффективное дыхательное упражнение. Сделайте вдох через нос и задержите дыхание. Затем медленно выдохните опять же через нос. Сосредоточьте своё внимание на этой процедуре. Отметьте про себя, как поднимаются и опускаются ваши плечи. Если вы подвержены частым стрессом, если вы раздражительны или слезливы, проделайте такое упражнение. Сделайте вдох через левую ноздрю, а выдох через правую. Во время такой процедуры указательный палец нужно держать на переносице. Большим и средним прижимать то правое, то левое крыло носа. Это упражнение лучше делать в хорошо проветренном помещении в уединённом месте. Многие представительницы прекрасного пола могут подтвердить эффективность в борьбе с плохим настроением таких мероприятий, как педикюр, маникюр, массаж и косметические процедуры для лица. Даже простой поход в парикмахерскую сделает вас менее уязвимым для стресса. Смех, как лекарство. Существует множество специально разработанных психологических методик, позволяющих бороться со стрессом. Это, например, нейролингвистическое программирование, аутогенная тренировка и медитация, отлично помогающие снять напряжение. Проблема в том, что научиться данным техникам не так-то просто, да и выкроить на них время удается далеко не всегда. Психологи рекомендуют использовать в качестве успокоительного средства дыхательные упражнения, в том числе и те, о которых было сказано выше. Полезно глубокое диафрагмальное дыхание, когда воздух поступает как можно ниже к верхней стенке живота. Поднимается и опускается при этом живот, а грудная клетка остается неподвижной. Такое дыхание хорошо насыщает кровь кислородом и помогает быстро успокоиться. Но вы можете обойтись и без скучных аутогенных тренировок и традиционных дыхательных гимнастик, если воспользуетесь простым, но очень эффективным средством против стресса – смехом. Известный американский невролог Уильям Фрай рассматривал его как особый способ дыхания, при котором человек делает глубокие вдохи и короткие ритмичные выдохи. Благодаря интенсивности выдоха легкие полностью освобождаются от воздуха. Верхние дыхательные пути очищаются, улучшается кровоток, увеличивается уровень кислорода в крови. Фрай провел эксперимент, участниками которого были студенты. Он рассказывал им анекдоты, те, в свою очередь, смеялись, а затем у испытуемых брали анализы крови. Оказалось, что в процессе смеха в крови резко возрастает количество антител, то есть происходит улучшение иммунитета. Позднее ученые подтвердили этот вывод. Иммунная система весельчаков действительно лучше сопротивляется инфекциям. Медики сравнивают действия смеха с эффектом, который дает организму порция кислородного коктейля или прогулка по лесу. Когда человек смеется, в его организме происходят различные биохимические процессы. Гормоны стресса, кортизон и адреналин перестают вырабатываться в больших количествах, а вот выработка гормонов удовольствия, эндорфинов, наоборот усиливается. Смех помогает расслабиться, он уменьшает физическую боль и прекращает душевные страдания. Смех – это гимнастика для всего организма, приводящая в действие 80 групп мышц. Доказано, что если непрерывно смеяться в течение пяти минут, то это не только поможет избавиться от стресса, но и окажет положительное действие на работу сердца и легких. Швейцарские физиологи подсчитали, что всего одна минута смеха дает человеку то же, что и 40-минутная пробежка, а психологи из Австрии рекомендуют смехотерапию людям, перенесшим инсульт. Кроме того, смех снижает уровень холестерина в крови и учащает пульс. Вещества, поступающие в кровь в процессе смеха, снимают головную боль. Как известно, смеяться могут только люди. Животным, даже человекообразным обезьянам, смех недоступен. То, что похоже на улыбку у обезьян, на самом деле является реакцией на пугающую ситуацию. Существует теория, согласно которой смех представляет собой защитный механизм мозга. Он включается при столкновении человека с чем-то нелогичным, непонятным. Смех имеет отношение к эволюции. Те древние представители человеческого рода, что не падали духом, столкнувшись с непривычной для них ситуацией, а напротив, выражали позитивный настрой, оказывались более удачливыми в решении сложных проблем, чем их соплеменники. Чувство юмора стало эволюционным преимуществом. И теперь, смеясь, мы спасаем свой мозг от стресса. Великую пользу смеха на собственном опыте доказал писатель и журналист Норман Казинс. Когда врачи поставили ему неутешительный диагноз, он не ограничился прописанными ему лекарствами и медицинскими рекомендациями, а накупил себе видеокассет с самыми смешными комедиями и целыми днями смотрел их. К изумлению врачей, смехотерапия полностью излечила Казинса. От аутоиммунного заболевания, которым он страдал, не осталось и следа. Поправившись, Норман Казинс написал книгу «Анатомия болезни» и стал основателем совершенно нового направления в медицине, получившего название «Гелатология» — лечение смехом. Смех отлично снимает внутреннее напряжение, улучшает состояние иммунной системы. Конечно, трудно веселиться, когда на душе кошки скребут. Однако, если все же заставить себя улыбнуться и удерживать улыбку в течение нескольких минут, настроение обязательно улучшится. Постарайтесь отнестись к неприятностям с юмором, смейтесь как можно чаще и с удовольствием вовлекайте в это занятие своих друзей, и тогда стрессы перестанут отравлять вам жизнь. Хуже не бывает. Многие с детства помнят, как шли навстречу своим страхам. Можно два часа дрожать в кровати, представляя, что под ней прячутся зубастые чудища, готовые вцепиться в высунувшуюся из-под одеяла пятку. А можно набраться храбрости, встать, включить свет, заглянуть под кровать и убедиться, что там ничего, кроме потерянного мячика, нет. Используйте этот детский способ и в борьбе со стрессами. Если вам грозит какая-то неприятность, не пытайтесь укрыться от нее под одеялом, а просто задайте себе такой вопрос. Что может случиться, если я не смогу решить эту проблему? Продумайте все варианты, приготовьтесь принять самые худшие из них. Примирившись с неизбежностью, вы почувствуете, как груз падает с ваших плеч. Только после этого можно спокойно подумать, что предпринять, чтобы улучшить ситуацию. Никогда не принимайте важных решений в состоянии стресса, когда все валится из рук. Воспользуйтесь любыми описанными выше способами для нейтрализации стресса. Успокоившись, вы ясно увидите все возможные пути решения проблемы. Многие психологи советуют своим пациентам доверять проблемы бумаге. Ведите дневник, делитесь своими трудностями с друзьями и близкими. Доказано, что люди, скрупулезно описывающие свои чувства, реже страдают от стрессов. Но при этом не перегружайте негативом окружающих и не позволяйте другим поступать так по отношению к вам. Возьмите за правило начинать общение только с положительных новостей. Постарайтесь освободить свой лексикон от слов, связанных со стрессом. Мыслите позитивно и будьте оптимистичны в высказываниях. Например, эмоциональное восклицание «это настоящий провал» можно заменить спокойным, поработая над проблемой еще какое-то время. Очень часто в стрессоры превращаются наши завышенные ожидания. Например, если вы мечтаете занять какую-то привлекательную вакансию, заранее подготовьте пути к отступлению. Вместо «я очень надеюсь» скажите себе «я ожидаю». И тогда разочарование от отказа не будет таким болезненным. Поводов для стрессов будет гораздо меньше, если в качестве руководства к действию использовать известную английскую пословицу «надейся на лучшее», а готовься к худшему. Глава 4. Депрессия, сплин, хандра, меланхолия, она же тоска зеленая. Модная хандра или душевное заболевание. Слово «депрессия» так часто упоминается в светских разговорах, что кажется, будто обсуждается не психическое заболевание, а стильная вещица из дамского гардероба. И юные школьницы, и дамы средних лет, и даже некоторые представители сильного пола считают своим долгом время от времени впадать в депрессию и оповещать об этом окружающих. Впрочем, так к депрессии относились не только в наши времена. Достаточно вспомнить знакомые со школьной скамьи пушкинские строки. «Недуг, которого причину давно бы отыскать пора, подобный английскому сплину, короче, русская хандра, им овладела понемногу. Он застрелиться, слава богу, попробовать не захотел, но к жизни вовсе охладел. Как Чайлд Харальд угрюм и томный, в гостиных появлялся он. Ни сплетни света, ни бастон, ни милый взгляд, ни вздох нескромный, ничто не трогало его, не замечал он ничего». Так что же такое депрессия? Чума XX века, фантазия, состояние души, грустное осеннее настроение или просто дань моде? Любой, даже самый мужественный и оптимистично настроенный человек склонен временами испытывать тоску, ощущать душевную боль. Это естественные чувства. Без них мы не способны сострадать, сочувствовать и сопереживать другим людям. Однако, если над всеми позитивными чувствами отрицательные эмоции берут вверх, можно говорить о депрессии. Большинство людей, утверждающих, что они погружены в депрессию, на самом деле испытывают то, что принято называть приступом хандры или легкой меланхолии. С этим состоянием нетрудно справиться. Достаточно лишь найти причину, вызвавшую грусть, и поднять настроение, используя все доступные способы. Например, тот, который предлагает нам притча о кольце царя Соломона. Однажды царь обратился к мудрецу с просьбой помочь ему справиться с одолевавшими его эмоциями и страстями. Мудрец дал Соломону кольцо и сказал, «Надень это кольцо». На нем высечены слова. «Это пройдет». Когда ты почувствуешь сильный гнев или огромную радость, просто взгляни на надпись, и она отрезвит тебя. В этом ты найдешь спасение от страстей». Взяв подарок и воспользовавшись советом мудреца, Соломон обрел спокойствие. Но однажды царя обуял такой сильный гнев, что предложенный мудрецом способ не возымел действия. Рассердившись еще больше, Соломон сорвал кольцо с пальца и уже собирался зашвырнуть его в пруд. Как увидел на его внутренней стороне надпись, которую раньше не замечал. Присмотревшись, он прочел. И это тоже пройдет. И действительно, все проходит. Новые события постепенно стирают из памяти прошлые беды и неудачи. Но далеко не у всех этот процесс идет гладко. Если человек с устойчивой психикой реагирует на сложные периоды своей жизни тревогой, снижением настроения, внутренним напряжением и способен сам выйти из состояния депрессии, то люди чувствительные надолго застревают на стадии неприятных воспоминаний. В таком случае волшебная надпись на кольце Соломона окажется бесполезной. Потребуются более эффективные средства, а в некоторых случаях и помощь специалистов. Старая болезнь на новый лад – природа депрессии. Депрессия известна человечеству с древнейших времен. Упоминания о ней содержатся в Библии. Этому недугу был подвержен первый иудейский царь Саул. Его часто одолевали приступы мрачного настроения, подавленность, страх и чувство вины. В Древнем Египте и Индии людей, у которых наблюдалось патологическое состояние тоски, лечили жрецы. Древние греки считали, что плохое настроение вызывает переизбыток черной желчи. Отсюда и название болезни – меланхолия или черная желчь. Античный врач Гиппократ предпринял попытку классифицировать различные состояния этого заболевания. Именно Гиппократ впервые отметил, что меланхолия обостряется в осенне-зимний период, когда усиливается печаль, тревога, подавленность, уныние, бессонница, отвращение к пище и склонность к самоубийству. Для лечения своих пациентов он использовал специальную диету, слабительные средства и травяные настои. С приходом христианства отношение к депрессии изменилось. Тоску и уныние в средние века стали считать одним из семи смертных грехов. Меланхоликов лечили отлучением от церкви, штрафами и тюремным заключением. А если это не помогало, их, недолго думая, отправляли на костер. Освобождать несчастных душевнобольных от ярлыка грешников начали мыслители эпохи Возрождения, боровшиеся со средневековыми предрассудками. А в XVII веке меланхолия вошла в моду. Ее стали считать состоянием возвышенным и аристократичным. В одной из пьес того времени мрачному цирюльнику, пожаловавшемуся на меланхолию, ответили «Меланхолия?» «Хорошенькое дело слышать это слово от цирюльника. Тебе следует говорить, что ты ощущаешь тяжесть, тупость и придурковатость. Меланхолия – это герб на воротах циридворца. Термин «депрессия» появился в XIX веке. Лечили депрессию в основном водными процедурами, окунали больного в холодную воду или выливали ему на голову несколько десятков ведер воды. Так как же определить ту грань, которая отделяет легкую осеннюю грусть от болезненно измененного настроения? Врачи говорят, что если тоска не выпускает человека из своих когтей больше двух-трех недель, если он не может найти успокоения ни на работе, ни дома, ни в любимом занятии, значит, он попал в сети депрессии. Просто так выйти из этого состояния не получится. Нужно также иметь в виду, что наши мысли имеют привычку материализоваться. И люди, которые надевают на себя хандру, словно модное платье, и с удовольствием оповещают об этом окружающих, чаще других становятся жертвами настоящей депрессии. Запустить механизм депрессии могут самые разные стрессовые ситуации. Например, человек лишился работы, узнал, что он серьезно болен, потерял друга или близкого родственника. В таких случаях может возникнуть тяжелая форма депрессии, которая требует врачебного вмешательства. Депрессия по гораздо менее значительным поводам может начаться у человека со слишком тонкой психической структурой. А вот люди со здоровой и крепкой психикой реагируют на сильные, но не сокрушающие удары судьбы, лишь сниженным настроением, тревогой, внутренним напряжением. Частыми причинами депрессии являются стрессовые ситуации в семье или на работе. Несоответствие амбиций человека и его реальным способностям и возможностям. Некоторые люди впадают в депрессию в период так называемого среднего возраста. Попытка подвести жизненные итоги заканчивается самокопанием, а затем и депрессией. Депрессия может возникнуть в результате совсем незначительного стресса или вообще на ровном месте. Кажется, что у человека есть все, и высокооплачиваемая работа, и хорошая семья, и возможность отдыхать, и вести здоровый образ жизни. Но если все это благополучие продолжается многие годы, наступает усталость от скучной обыденности. Одни и те же курорты, изученный в мельчайших подробностях маршрут с работы домой, те же магазины, привычный распорядок дня и неизменный режим питания, все в конце концов надоедает. Будущее видится однообразным и тоскливым, но поменять что-то в своей жизни, которое приближается к закату, страшно, и начинается депрессия. Депрессия и стресс Две стороны одной медали. Не нужно путать депрессию со стрессом. Стресс представляет собой сильное эмоциональное потрясение, в то время как депрессия является его последствием. Стресс – это временное явление, возникающее из-за внешнего вмешательства в человеческую жизнь. Депрессия более коварна. Она начинается медленно и незаметно, и носит прогрессирующий характер. Окружающие могут очень долго ни о чем не догадываться, и начинают тревожиться лишь тогда, когда человек уже находится в глубокой депрессии, то есть полностью замыкается, теряет интерес к жизни и начинает думать о смерти. Стресс обычно проходит вместе с причиной, которая его вызвала. Например, когда стресс связан с профессиональной деятельностью, избавиться от него можно в отпуске или просто поменяв место работы. Если же причина исчезла, а стресс остался, можно говорить о тревоге, которая постепенно перерастает в депрессию. Все люди в определенный момент своей жизни в той или иной степени переживают состояние, близкое к депрессии. И в этом нет ничего удивительного. Неудачный брак, потери близкого друга – такие ситуации не могут не вызвать болезненных переживаний. И человек не был бы человеком, если бы не испытывал этих чувств, не мог бы сострадать и сопереживать. Хотя депрессия – явление неприятное, а зачастую и опасное, не все столь драматично. Большинство ее видов представляют собой легко излечивающееся расстройство настроения. Кроме того, врачи утверждают, что не только от приступа хандры, но и от глубокой депрессии человек может избавиться самостоятельно, если, конечно, захочет этого. Глава пятая. Это многоликая хандра. Грустные клоуны и сезонные меланхолики. Существует множество разных видов депрессии. Различают депрессию легкую, среднюю и тяжелую. Наиболее распространенной является легкая депрессия. Чем тяжелее депрессия, тем больше страданий она причиняет, и тем труднее от нее избавиться. Если депрессия легкая, то она не мешает работать и учиться, и отвлечься от нее не так уж и сложно. При депрессии средней тяжести справиться с работой, учебой и даже домашними делами становится труднее. Большую часть времени человек занимается тем, что придается переживаниям, которые отнимают у него физические и душевные силы. Тяжелая депрессия практически полностью лишает свою жертву возможности трудиться и не дает ей отвлечься от переживаний ни на минуту. Тяжелая депрессия может заставить человека слышать голоса умерших людей, видеть галлюцинации. Виды депрессии различаются и по особенностям их проявления. Классической, описанной еще Гиппократом, является депрессия меланхолическая, когда у человека снижается настроение, пропадает аппетит, нарушается сон, движения становятся замедленными, а выражение лица несчастным и подавленным. В таком состоянии человек плохо чувствует себя утром, а вот по вечерам к нему вновь возвращается бодрость духа. Депрессия может быть сезонной, начинающейся в определенное время года, чаще всего осенью и зимой, когда солнца на улице совсем мало. Человек становится вялым и сонливым, днем ему обязательно хочется прилечь и подремать. Есть также тревожная депрессия, при которой к подавленности присоединяется еще и безотчетная тревога. Иногда она становится настолько сильной, что страдалец не может усидеть на месте. Его постоянно преследует мысль, что вот-вот случится что-то ужасное. При нетипичной депрессии подавленное настроение может и не наблюдаться, зато человек чувствует постоянную усталость, ему ничто не интересно и ничего не хочется делать. Он поглощает большое количество пищи и спит по 10-14 часов в сутки. Многие люди подвержены так называемой «ходячей» депрессии. Человек отлично справляется с собой, а в душе у него тяжелый груз, не дающий расправить плечи, почувствовать себя свободным. При этом он шутит, смеется, общается с окружающими, и никто даже не догадывается, что на самом деле с ним творится. Неслучайно писатель-сатирик Михаил Зущенко утверждал, что клоуны – самые грустные люди, склонные к депрессии. С «ходячей депрессией» знакомы многие. Именно она чаще всего остается незамеченной. Человек не понимает, что с ним происходит, но его состояние не дает ему ощутить вкус жизни. При этом он может скрыто содействовать своей депрессии, считая себя неполноценным, неспособным к тому, что подвластно другим людям. В джазе только девушки, или некоторые любят погорячее. Врачи утверждают, что женщины страдают от депрессии в 2-3 раза чаще, чем мужчины. И это связано с изменениями гормонального фона. Депрессия может настичь представительницу слабого пола после рождения ребенка, а может заявить о себе в так называемый климактерический период. Депрессия у женщин проявляется как угнетенностью, сниженным настроением и апатией, так и раздражительностью, плаксивостью, тревогой. Все это сопровождается рассеянностью и повышенной утомляемостью. Появляется бессонница или сонливость. Исчезает или, наоборот, повышается аппетит. А депрессия иногда свидетельствует и такой признак, как головные, сердечные, мышечные, суставные боли. Мужчины страдают депрессией реже, чем женщины. Зато она проявляется у них сильнее, и ее последствия гораздо более неприятны. Если дамы не считают зазорным пожаловаться на меланхолию, всласть поплакаться кому-нибудь в жилетку, то джентльмены избирают другие, порой весьма опасные, способы борьбы с депрессией. Они работают до полного изнеможения, изолируют себя от окружающих, проявляют агрессию, тупят хандру в горячительных напитках, становятся неразборчивыми в сексуальных связях и пренебрегают правилами дорожного движения. И что самое неприятное, мужские депрессии гораздо чаще, чем женские, заканчиваются суицидом. Представительницы слабого пола охотно делятся своими проблемами с врачом, а вот сильный пол медиков боится как огня. Мальчикам с детства внушают, что плачут только девчонки. Их учат контролировать свои эмоции, поэтому вырастая, они считают, что проявление таких симптомов депрессии, как печаль, тоска, безнадежность, совсем не мужское занятие. Болезни, в особенности психического свойства, они воспринимают как угрозу собственной мужественности. И даже если мужчина, впавший в депрессию, доберется до врача, он будет рассказывать, например, о головной боли, нарушениях пищеварения, но при этом постарается ни словом не упомянуть о проблемах психологического характера. Многие из представителей сильного пола даже не догадываются, что головная боль или неприятность с пищеварением – это признаки депрессии. Как считают ученые, главную роль в развитии мужской депрессии играют стрессы, связанные с работой. Стрессорами в этом случае могут быть завышенные требования к результатам трудовой деятельности, постоянные переработки, ночные смены, деятельность, связанная с риском, частые командировки, конфликты с начальством или сослуживцами, низкая зарплата. Не стоит игнорировать депрессию, считать ее симптомы несерьезными или пытаться бороться с ней классическими мужскими методами, например, с помощью алкоголя или полного погружения в работу. Согласно оценкам медиков, мужчины, страдающие депрессией и не ведущие с ней борьбу по всем правилам, умирают от различных заболеваний вдвое чаще, чем те, кого эта неприятность обошла стороной. Мужская хандра, повинна и в бедах, касающихся семьи. Именно она является частой причиной разводов, она же помогает запустить механизм депрессии у детей, отцов-меланхоликов. Кроме того, эта напасть снижает работоспособность, что ведет к уменьшению заработка, а зачастую и вовсе к потере работы. Как уже говорилось, женщины больше подвержены депрессии, чем мужчины, однако последние в четыре раза чаще заканчивают жизнь самоубийством. При этом им, в отличие от представительниц слабого пола, в большинстве случаев удается расстаться со своей драгоценной жизнью с первой же попытки. Прежде чем свести счеты с жизнью, женщина может в течение нескольких лет обдумывать свой уход. Она старается обставить его как можно эффектнее и попутно оповещает о своих планах окружающих. У мужчин этот процесс занимает обычно не более 12 месяцев. При этом представители сильного пола не склонны говорить о суициде вслух, что не дает окружающим никаких поводов для беспокойства. Родственникам зачастую не удается вовремя заподозрить депрессию и предотвратить самоубийство. Гении и герои. Жизнь в черном цвете. Человек, страдающий от депрессии, перестает видеть яркие цвета этой жизни. Все вокруг него становится серым. Но не стоит думать, что черной меланхолией страдают только люди, слабые духом. Перед этой напастью все равны. И простые смертные, и герои, и гении. Приступы депрессии случались в жизни такой известной личности, как Уинстон Черчилль, который именовал их черным псом, только и ждущим, чтобы показать свой оскал. Невероятным жизнелюбиемой энергией проникнуто творчество Эрнеста Хемингуэя. Главная идея одной из самых знаменитых его повестей «Старик и море» бороться и никогда не сдаваться. Однако сам автор этого произведения страдал тяжелой депрессией, которая и свела его в могилу. Его всегда терзала мысль, что он не сможет больше писать. Хемингуэй много раз лечился в психиатрических клиниках, несмотря на это неоднократно пытался свести счеты с жизнью. Несколько раз его видели заряжающим ружье, к которому была прикреплена предсмертная записка. Он открывал люк самолета, чтобы прыгнуть вниз. Его оттаскивали от вращающегося пропеллера. 2 июля 1961 года одна из таких попыток удалась. Знаменитый писатель застрелился из ружья. Глубокая депрессия присутствовала в жизни многих великих. На сниженное настроение часто жаловались Мендельсон, Чайковский, Мольер, Есенин, Маяковский, Гаршин, Врубель. Кто-то справлялся с приступами депрессии самостоятельно или с помощью врачей. Других черная меланхолия потолкнула к роковому шагу. Если следовать врачебной логике, сниженное настроение выполняет ту же функцию, что и боль, которая оповещает человека о начале заболевания. Но от боли все стараются как можно скорее избавиться, в то время как плохое настроение многие терпят долго, давая ему увлечь себя на самое дно. Некоторые вовсе лелеют свои душевные страдания, не пытаясь предпринять каких-то шагов для того, чтобы вынырнуть из омута депрессии. И сделать это просто необходимо и чем раньше, тем лучше. Есть повод задуматься. Главные симптомы депрессии. С помощью своего настроения мы можем понять, в какой жизненной ситуации в данный момент находимся. Если человек испытывает положительные эмоции, значит с его душевным здоровьем все в порядке. Если эмоции отрицательны, необходимо что-то предпринять. Однако депрессия это не просто плохое настроение. Серьезно задуматься должен тот, кто испытывает, например, нелегкую печаль, огнетущую тоску, не беспокойство, а безотчетную тревогу. О депрессии можно говорить, если вы в течение двух-трех недель ощущаете не менее четырех симптомов из следующего списка. Постоянное ощущение печали, беспокойства, тревоги. Чувство пустоты, безнадежности, безысходности. Чувство вины, никчемности и беспомощности. Апатия, утрата интереса к занятиям, которые раньше нравились. Бессонница или постоянная утренняя сонливость, раздражительность, агрессивность, нестабильный аппетит, снижение или увеличение веса, постоянная вялость, слабость, снижение энергии, частые мысли о смерти, самоубийстве, снижение памяти и концентрации внимания, неспособность принять решения, отсутствие интереса к своему внешнему виду, отсутствие желаний, снижение самооценки, уверенности в себе, наплевательское отношение к беспорядку в доме, постоянное желание целыми днями лежать на диване и ничего не делать. Далеко не всякий человек, обнаружив у себя признаки депрессии, поспешит к врачу. И все же очень важно признаться в том, что проблема есть хотя бы самому себе. Затем следует постараться решить ее, а при необходимости попросить помощи у других людей. Глава шестая. Кто виноват и что делать? Идеальные условия для депрессии. В наши дни каждый человек практически ежедневно подвергается всевозможным испытаниям. Одна из небольших проблем для человеческой психики – это неуверенность в завтрашнем дне. И с этим сталкиваются не только те, кто находится в самом низу социальной лестницы. Пенсионеры и студенты, домохозяйки и белые воротнички, бизнесмены и ученые, даже чиновники и депутаты, в своем будущем не уверен никто. Дефолты и динаминации, приватизации и деприватизации и прочие процессы, произошедшие или только намечающиеся в нашей стране, заставляют нас страшиться будущего. И человек, особенно тот, кто взвалил на себя все время заботы о семье, понимает, если он лишится работы или тяжело заболеет, позаботиться о нем и его близких будет некому. Ощущение отсутствия точки опоры становится причиной непрерывного психологического стресса, которым сейчас находится большинство жителей нашей страны. Наиболее депрессивным слоем населения психологи считают безработных, однако и те, кто имеет хорошую работу и высокие заработки, также являются потенциальными жертвами депрессии. Стремление заработать, пока есть сила и возможность, отказывая себе в отдыхе, рождает стресс, последствия которого приводят к серьезным заболеваниям и психическим проблемам. Из всего сказанного можно сделать вывод. Основания для депрессии есть у каждого, но далеко не каждый признается хотя бы самому себе в том, что попал в сети черной меланхолии. Именно поэтому борьба с ней начинается лишь тогда, когда процесс уже зашел достаточно далеко. А ведь гораздо легче было бы избавиться от депрессии в самом начале, задавив ее в зародыше. Но даже если депрессия уже давно является вашей постоянной спутницей, не стоит отчаиваться. Расстаться с ней можно. Главное – захотеть это сделать. Захлопнуть черную дверь. Даже слабая депрессия, которая, как многие полагают, сама пройдет, лишает человека радости жизни, мешает ему общаться с другими людьми, приводит к утрате жизненных ценностей. Депрессивное мышление, заключающееся в особом характере восприятия и оценке окружающего мира, превращает человека в несчастное, очень ранимое существо. Все видится только в черном цвете. Любая мелочь может вызвать личный конфликт, привести к разрыву связей с близкими людьми, а в некоторых случаях и к самоубийству. Слабая депрессия почти всегда остается незаметной для окружающих. И потом, когда изменить что-либо уже невозможно, все начинают искать ответ на вопрос, почему человек так внезапно и как будто бы совершенно беспричинно добровольно расстался с жизнью. С ростом глубины депрессии вероятность суицида снижается, но только из-за апатии и двигательной заторможенности. Однако, когда душевные переживания становятся почти невыносимыми, человек вновь начинает задумываться о том, чтобы распахнуть черную дверь и шагнуть в небытие, разом прекратив свои страдания. Самоубийство воспринимается как выход из тяжелой ситуации, когда кажется, что других способов борьбы уже не осталось. Если человек способен здраво мыслить и рассуждать, он понимает, что главное в решении проблемы это результат, а вот его-то получить в случае суицида будет просто некому. Эта мысль превращает самоубийство в бессмысленный поступок. Уйти от пресса, создаваемого проблемой, можно, если, например, переориентироваться на что-то другое. Любая сложность имеет тенденцию решаться, смягчаться и терять свою актуальность. К сожалению, в состоянии депрессии человек лишен возможности здраво мыслить и рассуждать. И слова о том, что все решаемо и все когда-нибудь проходит, в том числе и душевные терзания, вряд ли будут восприняты правильно. В период депрессии трудно осознать, что все твои мысли являются не истиной, а трагическим заблуждением, и трудно заставить себя осмыслить настоящую истину, которая понятна любому человеку, находящемуся в состоянии душевного равновесия. Изменить в жизни можно все, кроме смерти. И все же даже в состоянии глубочайшей депрессии человек может побороться за свою жизнь. Помогут ему в этом следующие мысли. Если у вас появилось желание покончить с собой, это вовсе не значит, что вы плохой человек. Дело, скорее всего, в том, что вы испытываете слишком много боли, которую невыносимо терпеть. Очень сильная депрессия способна вызвать отчаяние, ведь душевная боль присутствует всегда. Она преследует человека даже во сне. С течением времени тоска, усталость и безнадежность берут верх над всеми другими чувствами. То, что способны пережить другие люди, не по силам для вас. В этом нет ничего удивительного и ужасного для вас. Все люди разные, и у каждого свой болевой порог. Совершенно одинаковые ситуации могут иметь для двух людей разные последствия. И как бы там ни было, постарайтесь дать своим мыслям больше пространства и времени. Как бы вам не хотелось избавиться от гнета проблем именно сегодня, подождите до завтра или послезавтра. Потерпите еще хотя бы неделю, не спешите, ведь самоубийство не имеет крайних сроков. Это не отчет, который нужно сдать именно 15 или 25 числа. Вам нужна помощь. Это неправда, что вам некому помочь. Вы заблуждаетесь, думая, что никому нет до вас дела и что все от вас давно отвернулись. Многие люди, близкие и даже далекие, могли бы и хотели бы вам помочь. Это те, кто не будет осуждать вас за решение добровольно уйти из жизни, кто сможет терпеливо выслушать вас. Доверьтесь одному такому человеку и не важно, кто он, родственник, друг, сосед, психолог, врач или даже просто бродяга. Используйте то время, на которое вы отсрочили реализацию своего решения, день, два или неделю и выскажите все, что наболело. Даже если вы не запланировали уходить из жизни в ближайшее время, все равно найдите того, с кем можете поговорить. Такой разговор поможет вам справиться с сильной депрессией, подскажет пути выхода из нее. Если мысли о самоубийстве часто посещают вас и уже не пугают, воспользуйтесь таким планом по борьбе с ними. Первое. Говорите с кем-то из окружающих вас людей о том, что вы чувствуете, думаете и как планируете каждый свой день. Делайте это наедине с выбранным вами человеком. Второе. Проводите как можно больше времени с оптимистами, с теми, у кого нет депрессии. Это позволит вам заимствовать у них позитивные мысли и чувства. Третье. Если вы планировали использовать для сведения счета в жизнь таблетки, отдайте их на хранение тому, кому доверяете. Четвертое. Уберите из своего дома все, что может вам навредить. Пятое. Откажитесь от алкоголя, который усиливает суицидальные мысли. Шестое. Отложите на время дела, кажущиеся вам трудными и неприятными. Например, важный разговор с близким человеком или визит к врачу. Вы всегда можете вернуться к этим делам после того, как почувствуете себя лучше. Седьмое. Составьте подробный письменный план действий на несколько дней вперед и старайтесь придерживаться его несмотря ни на что. Восьмое. Не пропускайте завтраки, обеды и ужины. Ешьте то, что любите. Это позволит вашему организму вырабатывать эндорфины, гормоны счастья. Девятое. Чаще выходите из дома днем, проводите как можно больше времени при солнечном свете, который уменьшает симптомы депрессии. Десятое. Занимайтесь делами, приносящими вам радость или хотя бы удовлетворение. Неутешительный диагноз. Стоит ли впадать в депрессию? Даже обычная простуда является для человека стрессом, что уж тогда говорить про более тяжелые заболевания. Если вы переболели, например, гепатитом, перенесли сложную операцию или же вам поставили диагноз гипертония, стенокардия или сахарный диабет, ничего удивительного в ваших переживаниях и беспокойстве за свое будущее нет. Но помните, что от таких переживаний страдает и физическое, и душевное здоровье. Медики говорят о трех типах реакции человека на его заболевание. Избыточное, недостаточное и среднее. При избыточной реакции человек обращает внимание на самый незначительный симптом болезни, непрерывно думает о ней и очень сильно беспокоится. Если тревога будет постоянно расти, и когда больной решит, что неизлечим, что жить ему осталось совсем чуть-чуть, начнется самая настоящая депрессия. Избыточная реакция не поможет избавиться от болезни, а наоборот усугубит проблему. Вместо того, чтобы нормализовать режим питания, скрупулезно выполнять все предписания врача, вести здоровый образ жизни, человек будет беспокоиться, и его тревога заставит болезнь быстро прогрессировать. Что же делать, чтобы не стать жертвой депрессии, вызванной неприятным диагнозом? Прежде всего, необходимо сказать себе, что любой, даже самый плохой врачебный диагноз еще не приговор. Во-первых, врачи часто ошибаются. Во-вторых, есть сколько угодно примеров, показывающих, что неизлечимые больные выздоравливают. В-третьих, и с тяжелыми болезнями можно жить и при этом радоваться. Как говорил американский философ и психолог Уильям Джеймс, быть мудрым значит знать, на что не следует обращать внимание. Если вы не можете самостоятельно справиться с беспокойством, побеседуйте со специалистом. Не стесняйтесь говорить с ним о своих душевных переживаниях, связанных с поставленным диагнозом. Расспросите врача о своем заболевании. Пусть он расскажет, каковы ваши перспективы и что можно сделать для того, чтобы улучшить их. Добивайте, чтобы врач говорил с вами простым языком, без использования непонятных медицинских терминов. Если вам что-то непонятно, попросите пояснить сказанное. Возможно, напугавшее вас устрашающее латинское название на самом деле означает совсем не то, о чем вы подумали. Если лечащий врач не идет вам навстречу и его мало заботит ваше душевное самочувствие, обратитесь к другому специалисту. Глава седьмая. Прогоним депрессию прочь. Найти и обезвредить. Невозможно справиться с депрессией, не отыскав причину, вызвавшую ее. Проанализируйте свое внутреннее состояние, чтобы понять, откуда появилось беспокойство, которое переросло в тревогу, а затем в депрессию. Возможно, все дело в низкой самооценке, в заблуждениях по поводу незначительности своей личности. В таких случаях полезно припомнить все свои достижения. Главное – не зацикливаться на неудачах. Душевное страдание легко может вызвать однообразие быта. В этой ситуации следует наполнить жизнь праздниками. Чтобы избавиться от чувства депрессии, иногда бывает достаточно одного события, например, походы с друзьями в лес на лыжах. Проблем может быть много, причем они не обязательно должны быть крупными. Несколько мелких трудностей, обступающих со всех сторон, и появляется тревога, сильное внутреннее напряжение. Проблемы могут быть какими угодно – личными, семейными, финансовыми, профессиональными. Составьте список вещей, которые вызывают у вас наиболее сильное беспокойство. Обратите внимание на свои профессиональные обязанности, долгую работу без отпуска и даже на такую мелочь, как неоплаченные счета. Постарайтесь как можно быстрее решить проблему. Заплатите по счетам, спланируйте отпуск, избавьтесь от лишних трудовых обязанностей или попытайтесь найти другую работу. Главное – начните действовать. Если вы будете что-то делать, а не просто апатично размышлять над своими проблемами, у вас появится энтузиазм, который поможет вам справиться с депрессией. Не следует преувеличивать мелкие проблемы. Гораздо правильнее поступают люди, склонные преуменьшать их. Поэт-сатирик Эмиль Крутки, автор множества афоризмов по этому поводу, сказал «Не преувеличивай, ты не микроскоп». Даже если проблема и в самом деле достаточно велика, для вашей психики будет лучше, если вы назовете ее пустяковой, а не огромной. В таком случае исправиться с ней будет проще. Если же проблема не решается, значит, нужно просто закрыть вопрос и переключиться на другое, а не терзаться тем, что решить невозможно. У многих людей тревогу вызывают нереальные, а возможные трудности. Они еще не наступили, возможно, никогда не наступят, а человек уже волнуется и переживает, потихоньку загоняя себя в депрессию. Конечно, иногда полезно просчитать все заранее. И все же лучше не забивать себе голову ненужными мыслями, а решить проблемы по мере их поступления. Но что делать, если депрессия вызвала не одна большая нерешенная проблема и не множество мелких неприятностей, а настоящая катастрофа, например, потери близкого человека. Как пережить утрату? Не дать депрессии уничтожить себя. Очень важно понимать, что помимо задачи справиться с горечью утраты в этой ситуации возникает еще одна проблема. Как перестроить свою жизнь, из которой исчез любимый человек? Умер он или просто ушел? Но для него все закончилось, а оставшийся продолжает по привычке согласовывать свою жизнь с ушедшим. Бессмысленно переживать из-за того, что ты не додал тому, у кого уже нет рядом любви, ласки, понимания. Умершим уже ничем не помочь. И лучше потратить силы на тех, кто остался, кто нуждается в помощи. Люди постоянно пекутся о мертвых мыслями, посвящают им ритуалы, а о тех, кто рядом, часто забывают. Но ведь лучше, если они будут чувствовать заботу сейчас, а не тогда, когда им уже не понадобится. Отдаваясь печали об ушедших, человек забывает не только о тех, кто остался рядом, но и о себе. В нашей стране, где жизнь отдельной личности никогда не считалась особо ценной, такая постановка вопроса может показаться кощунством. Как можно заботиться о себе, когда умер близкий человек? Не только можно, но и нужно, ведь именно живой, а не мертвый, нуждается в заботе. Он пережил утрату. Ему тяжело, поэтому он должен думать в первую очередь о себе и о тех, кто вместе с ним разделяет эту трагедию. И если он погрузится в депрессию, потеряет желание жить. Это все равно не вернет того, кто ушел, а лишь ухудшит положение тех, кто остался. Продолжая оплакивать усопшего и не пытаясь выбраться из своих страданий, человек поступает эгоистично. Он терзает не только себя, но и тех, кто действительно нуждается в нем. Более того, он превращается в абузу, непосильный груз для них. У большинства из нас есть силы для того, чтобы справиться с горем и продолжить жить дальше. Не зря ведь говорится, что Бог не дает человеку больше испытаний, чем он может вынести. Если все услышанное вас не убедило, подумайте. А если бы вы оказались на месте умершего? Хотелось бы вам видеть, как дорогие вам люди терзаются, оплакивая вас. Вряд ли такое зрелище пришлось бы по душе даже самому неисправимому эгоисту. Гораздо лучше, если бы дорогие вам люди, справившиеся со своим горем, вспоминали бы вас с нежностью и благодарностью. Ведь вам, наверное, хочется, чтобы они были счастливы. И не важно, с вами или без вас. Изгнать депрессивные мысли Выяснив истинную причину, породившую депрессию, можно приступить к изгнанию из головы депрессивных мыслей. Записывайте все, что придет вам в голову, в дневник. Он, в отличие от людей, не осудит вас загадки и мысли. Перечитывая записи, вы сможете лучше разобраться в себе, увидеть, что в ваших размышлениях неправильно. Петр I заставлял своих чиновников обращаться к нему именно в письменном виде, для того, чтобы дурь каждого была видна. И лучше не просто записывать свои депрессивные идеи, а систематизировать их. Например, в первую группу поместите все свои мысли об окружающем мире, во вторую – о будущем. А в третьем разделе запишите, что вы думаете о себе. Человеку, находящемуся в состоянии депрессии, мир кажется несправедливым, агрессивным и жестоким. Отношения с окружающими полны проблем. Будущего у того, кто погружен в свои страдания, нет. А если есть, то все в нем будет только хуже. Жить дальше незачем и рассчитывать не на кого. Хуже уже просто не бывает. Что может написать о себе человек, страдающий депрессией? Я неудачник. Я хуже других и никому не нужен. Возможно, вы считаете, что вышли в тираж, ничего в жизни не добились, не достигли, не смогли и не сумели. А теперь проанализируйте свои записи. Что же на самом деле плохо, например, в окружающем мире? В небе светит солнце и все спокойно. Так это ведь гораздо лучше, чем если бы пронесся ураган, началось наводнение или того хуже разразилось землетрясение. Значит, на самом деле не все так плохо, как вам кажется. Вы живы, сыты и лежите на диване. Не мокнете под дождем и не живете под мостом. Это тоже неплохо, бывает и хуже. В вашей жизни еще не все потеряно. Американский писатель и философ Ричард Бах очень точно определил вашу ситуацию следующим высказыванием. Существует тест для определения того, закончена ваша миссия на Земле или нет. Если вы еще живы, значит, не закончена. Все плохо не бывает, поэтому можете смело вычеркнуть свои мысли, а лучше перечеркните их крест-накрест. Никто не спорит, в жизни есть плохое и его немало, но если не обращать на него внимания, а оценивать жизнь в целом, то в ней, несомненно, найдется больше хорошего, чем дурного. Прозмышляйте в таком же ключе и над остальными вашими записями. Перечитывая свои мысли о будущем, имейте в виду, что никто из живущих, в том числе и вы, его знать не может. Если сегодня вам плохо, это не значит, что завтра будет то же самое. Возможно, жизнь приготовила для вас приятный сюрприз, и вы получите его именно завтра. И даже если этот подарок придется ждать еще месяц или два, завтра вам все равно станет легче, если сегодня вы перестанете поддерживать свою депрессию и соглашаться с теми мыслями, которые она вам навязывает. Перечитайте все записи, касающиеся лично вас. А теперь все гадости, которые вы написали о себе, постарайтесь мысленно вложить в уста человека, вызывающего у вас наибольшую неприязнь. Но как? Приятно вам узнать от него, что вы неудачник и ни на что не способны. Неужели вы согласны с его оценкой? Перечеркните написанные и никогда больше не думайте о себе так плохо и несправедливо. Спокойно перечитайте свои записи еще раз и снова убедитесь, что вы сильно преувеличили свои неприятности. Используйте этот прием всякий раз, когда вас начнут одолевать депрессивные мысли. В дальнейшем вы сможете легко опровергать их устно, не делая записей. Переключиться на другое. Невозможно быть первым везде и всюду. Если вы не можете решить какую-то проблему, переключитесь на другую задачу. Если вам не везет в одной сфере, оставьте ее и займитесь чем-нибудь другим. Вас преследуют неудачи в личной жизни? Не впадайте в депрессию, не огорчайтесь. Оставьте на время активные поиски достойного спутника или спутницы жизни и вплотную займитесь карьерой. Возможно, это получится у вас гораздо лучше. Когда вы достигнете поставленной цели в профессиональной деятельности, на личном фронте также произойдут перемены к лучшему. Если и профессиональная сфера вам никак не дается, не расстраивайтесь. В жизни есть много других дел. Превратите хобби в главные занятия. Обратите внимание, например, на друзей, родственников, детей или внуков. Займитесь спортом или благотворительностью. Ходите в кино и на концерты. Проявляйте творческую энергию и фантазию. Занимайте себя как можно больше, и тогда для депрессии в вашей жизни не останется места. Поставьте перед собой достижимую цель, имеющую для вас практическое значение, и полностью отдайтесь ей. Новая задача займет ваше время и мысли, а когда вы справитесь с ней, она избавит от чувства неполноценности. Любая, даже самая маленькая победа оказывает положительное влияние на самооценку и предотвращает развитие депрессии. Избавиться от жалости к себе. Некоторые люди ставят знак равенства между понятиями любить и жалеть. Любить — это значит ценить, уважать и понимать себя. А вот жалеть себя не нужно ни при каких обстоятельствах. Невозможно избавиться от страданий депрессии, не избавившись от жалости к себе. Попытайтесь понаблюдать за собой в минуты отчаяния. Именно от жалости к себе на глаза наворачиваются слезы. Очень хочется, чтобы окружающие тоже пожалели. Но стоит изгнать прочь эту жалость, как за ней улетучится и страдание, и на душе сразу станет легче. Не жалейте себя, не взывайте к жалости окружающих. Конечно, жалость приятна, она обволакивает теплом и убаюкивает. И все же избавьте себя от этого чувства, идущего из глубины нашего беспомощного детства. Жалость порождает страдания, а оно нам ни к чему. Глава восьмая. Как обмануть хандру? Упорядочим время и займемся делом. Если человек поглощен депрессией, на что он тратит свой день? Обычно такой день проходит впустую, ведь ничего не хочется делать. А если и есть возможность, то ничего и не делается. В выходной день можно просто лежать на диване, смотреть в потолок или леять свои страдания. На работе приходится трудиться, однако депрессия заставляет работать спустя рукава. А вот голова, хотя и кажется пустой, без мыслей не остается. Плохие думы в ней роятся, как дикие осы в улье, и если не решить вопрос со временем, депрессия будет расти и развиваться. Депрессия не останется места, если занять делом буквально каждую минуту своего дня. Пусть это будут простые и незатейливые занятия, далекие от великих свершений. А вечером запишите все, что вы сделали за день. Обратите внимание на пустые периоды, не занятые никакими делами. Затем составьте план на следующий день и постарайтесь заполнить временные провалы хотя бы какими-нибудь занятиями, пусть даже самыми пустяковыми. Держите составленный план под рукой, сверяйтесь с ним и старайтесь следовать ему. Следите, чтобы в вашем распорядке дня не было пустот. Полностью включайтесь в дело, которое выполняете, не отвлекайтесь от него, не позволяйте депрессивным мыслям снова проникнуть в вашу голову. Даже если вы просто завтракаете, обставьте этот процесс так, словно участвуете в чайной церемонии или присутствуете на обиде у английской королевы, угощающего вас необычайными блюдами. Старайтесь ощутить вкус и аромат еды, а не просто механически пережевывайте пищу. Находясь в общественном транспорте, читайте книгу или газету, разглядывайте пассажиров или пейзажи за окном. Делайте это не машинально, а осмысленно. Отмечайте про себя самые интересные или необычные детали прочитанного и увиденного. Станьте психологом. Попытайтесь по одежде или внешности определить характер окружающих вас людей. Активизируйте свой мозг, подавленный депрессивными мыслями. В 9 утра подвиг. Находясь в состоянии депрессии, человек копит в себе напряжение. И если его не сбросить, депрессия будет усиливаться. Чтобы выпустить напряжение как пар из чайника, нужно что-то предпринять. А если сделать это, ой, как трудно, ведь депрессия уговаривает человека сидеть в оцепенении и ничего не предпринимать, потому что все напрасно, бессмысленно и бесполезно, да и не хочется ничего делать, а хочется зарыться под одеяло и молча страдать. Но это как раз тот случай, когда нужно сказать себе «Не спи, а то замерзнешь». Продолжающаяся пассивность только увеличит депрессию, поэтому необходимо сделать над собой усилие и сбросить оцепенение. Это трудно, но возможно. В такой ситуации любой поступок, совершаемый просто так, без всякой цели и смысла, а только потому, что так надо, будет для вас подвигом. Подвиг можно, например, включить в составленный вами план занятий, если в нем остались ничем не занятые временные провалы. Сделайте то, что никогда прежде не делали, то, что никогда не приходило вам в голову. Летом можно, например, полить деревья во дворе или высадить на кломбу под окном кактус. А после осеннего листопада берем грабли и отправляемся сгребать шуршащие разноцветные листья. Не бойтесь, что окружающие сочтут ваши поступки странными. Напротив, они будут восхищаться совершенными вами подвигами. Но вы совершаете их вовсе не для того, чтобы принести обществу пользу, а с единственной целью растормошить свою психику и обезоружить депрессию, непрестанно твердящую, лежи на диване и ничего не делай, потому что все бесполезно и бессмысленно. И совершая бессмысленные действия, вы доказываете и себе, и своей депрессии, что способны на поступок, что вы живете и действуете вопреки всему. Как хорошо дарить себе подарки. Все, что человек делает, должно быть положительно оценено им самим или окружающими. Если результатом каких-либо действий станет осуждение, неодобрение или полное равнодушие, эти действия повторять никто не захочет. Приятным подкреплением наших поступков может быть все, что угодно, например, вкусная еда, отличная оценка, полученная на экзамене или похвала начальника. К сожалению, окружающие скупы на одобрительные слова. От них не часто услышишь, какой ты замечательный. Чужие хорошие поступки воспринимаются как должное. А вот если что-то сделано плохо, тебе немедленно об этом сообщат. Таков наш менталитет. И детей у нас, к сожалению, чаще ругают, чем хвалят. Естественно, что в таких условиях у многих людей развивается депрессия. Ну а когда человек в депрессии, хвалить его и вовсе не за что. Гораздо приятнее общаться с теми, кто радуется. Их и похвалить можно, и порадовать. А от тех, кто страдает, хочется поскорее отделаться. И вообще, в момент депрессии лучше человека не беспокоить. Именно так считает большинство из нас. Пусть сначала проплачется, думаем мы. А ведь именно тот, кто находится в депрессии, больше всего нуждается в одобрении и похвале со стороны окружающих. Но ему-то как раз и не приходится на нее рассчитывать. Что же делать? Рассчитывайте на себя. Если переживая депрессию, вы можете ругать себя, укорять в неспособности и неполноценности, то почему бы не потратить этот энтузиазм на положительную оценку? В этом нет ничего сложного. Любое дело, которое вы делаете, должно быть вами же одобрено. И раз вы смогли побороть апатию и принялись за дело, пусть и самое пустяковое, произнести похвалу не составит труда. И вы действительно достойны самой большой награды, раз смогли преодолеть депрессию, нашептывавшую, что все ваши действия никому не нужны и бессмысленны. Вознаграждайте себя похвалой даже за самые крошечные победы. Встали с постели по звонку будильника? Умница! Умылись? Отлично! Приготовили завтрак? Замечательно! Добрались до работы? Просто великолепно! Не скупитесь на поощрения, ведь вы действительно совершаете героические поступки, преодолевая поедающую вас депрессию, бессилие, разбитость, физические недомогания и прочие трудности. Хвалите себя постоянно, с утра и до позднего вечера, поддерживайте добрыми словами, если этого не делают для вас окружающие. Не лишней окажется и наградой в виде ценного подарка. Пусть это будет какая-то мелочь, а возможно и более крупная вещь, о которой вы мечтали до того, как впали в депрессию. Люди, высоко оценивающие себя, чаще удовлетворены жизнью и реже страдают от депрессии. Отсутствие самоуважения верный спутник депрессии. Вознаграждая себя, мы поддерживаем самоуважение на должном уровне и тем самым спасаемся от депрессии. Как только вы перестанете ждать одобрения от других людей и начнете сами себя воодушевлять, ваше настроение сразу же поднимется, и вы почувствуете себя хорошо. Вот тогда-то и появятся те, кто похвалит вас и вашу работу, кто захочет поговорить с вами, предложит свою помощь и дружбу, и вы снова станете интересны для других, привлекательны и любимы. Избавимся от чувства вины. Депрессия почти всегда сопровождается чувством вины и собственной никчемности. Человек ощущает вину, когда считает, что ошибся, был неправ. Но если он действительно сделал что-то не так, то должен попытаться это исправить, а не терзаться чувством вины, которое приведет его к депрессии и лишит возможности вообще что-либо делать. Вина – чувство совершенно бессмысленное и бесплодное. Это не что иное, как попытка возврата в прошлое с целью изменить его. Понятно, что сделать это невозможно. Многих матерей, дети которых уже выросли, мучает чувство вины из-за того, что они неправильно воспитывали своих отпрысков. Они скупились на ласку, не уделяли им достаточно внимания, не создали лучших условий, дали не то образование. Понятно, что вернуться в прошлое невозможно, но даже если бы и произошло такое чудо, нет никаких гарантий, что все сложилось бы иначе. Существует множество факторов, независящих от человека. Кроме того, у молодой матери из прошлого не было, да и не могло быть опыта и знаний, какие есть у нее сегодняшний. Да, она могла быть другой, но только если бы у нее были другие родители и другие обстоятельства жизни. Вернуться в прошлое нельзя так же, как и изменить его, поэтому у чувства вины остается всего одна задача – замучить человека до полусмерти, погрузить его в глубокую яму депрессии. Вас терзает чувство вины? Проанализируйте возможность своего возвращения в прошлое. Если чувство вины никуда не делось, честно ответьте на вопрос, могло ли прошлое быть иным. Только не рисуйте в своем воображении идиллическую картинку. Обратите внимание на все существовавшие в вашем прошлом условия и факторы. Поступая так, а не иначе, человек не может знать, чем дело кончится, к чему приведет тот или иной его шаг, потому что не знает будущего. Даже если все просчитать и продумать до мелочей, результат может оказаться совсем не таким, как ожидаешь. Разумеется, мы обязаны помнить свой неудачный опыт, учитывать прежние ошибки, чтобы не совершать новых. Но все это не должно сопровождаться чувством вины, которое парализует волю и мешает действовать. Чувство вины часто присутствует в жизни тех, кто предъявляет к себе завышенные требования. Не задирайте планку слишком высоко, не пытайтесь соответствовать созданному воображению идеалу. Люди, которые стремятся быть первыми везде и во всем, постоянно терзаются чувством вины и становятся первыми жертвами депрессии. И последнее. Помните, что наше счастье в большей мере зависит не от событий жизни, а от того, как мы их воспринимаем. Как сказал древнегреческий философ Эпиктет, вещи не бывают хорошими или плохими, таковыми их делает наше восприятие. Дорогой слушатель, надеюсь, вам понравилась книга. Напишите в комментариях, какие еще книги вы хотели бы услышать. Поделитесь с друзьями и родными и, конечно же, подпишитесь на наш канал, если еще не сделали этого, чтобы не пропустить новинки. Желаем вам всего наилучшего и надеемся, что наши книги изменят вашу жизнь в лучшую сторону. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова